Телеграм – один из популярных сервисов для обмена сообщениями в России и мире. 16 апреля Роскомнадзор приступил к исполнению решения суда и начал блокировку соцсети. Причина – отказ Телеграма сотрудничать с Федеральной службой безопасности. Противостояние государственной машины и частной компании вот уже несколько дней обсуждают в интернете и СМИ. С августа прошлого года ФСБ требовало от Телеграма передать ключи шифрования, чтобы спецслужбы имели доступ к переписке пользователей. Повод – борьба с террористами, которые обсуждают свои планы через защищенные каналы связи в Телеграме. В итоге строптивую соцсеть решили полностью запретить. Непростая задача легла на плечи Роскомнадзора. Традиционные методы блокировки, правда, дают слабые результаты. У государства не получается исполнить свое же решение. У пользователей это вызывает насмешки и негодование. Я отношусь отрицательно, так как чисто теоретически это нарушает наши права на переписку тайную. Роскомнадзор нарушает правила Конституции и они еще тем более блокируют себе подряд сайты из-за Телеграма. Поэтому негативно отношусь к этому. Вообще я считаю, что любую соцсеть можно обойти. То есть эти блокировки, это я не знаю, равно тому, как мама тебя загоняет посидеть дома. Телеграмом пользуются в основном продвинутая молодежь. В одной Ивановской IT-компании, где средний возраст сотрудников не превышает 30 лет, Телеграм выбрали в качестве корпоративной соцсети. Быстро, удобно, надежно. Блокировка они стала поводом сменить социальную сеть. С помощью технологий маскировки удается подключиться к интернету как бы из другой страны, в которой запреты Роскомнадзора не имеют никакой силы. Прокси-сервер – это штука, скажем так, которая позволяет подключиться через другой какой-то компьютер или сервер. Соответственно, их можно поднять самому на любом компьютере. В ВПН нечто подобное, только более защищено, скажем так. Пока Роскомнадзор борется с ветряными мельницами, руководитель опальной социальной сети Павел Дуров обещает строить способы обхода блокировки в сам Телеграм. Впрочем, многие пользователи уверяют, что и без того все сообщения отправляются и приходят мгновенно, как и прежде. Оно периодически снова работает, то есть сообщения отсылаются, ну периодически, но пока в таком состоянии, не очень удобно им пользоваться. Прещение свободы слова, и никакого смысла в этом нет. От террористов это точно никак не защитит, потому что у них есть гораздо более удобные сервисы для связи. Плюс ВПН, который вообще не позволяет отслеживать никак. Я использую прокси-север, в принципе, все нормально. Я считаю, блокировка это вообще какой-то абсурд непонятный, просто противостояние новейшим технологиям, возвращение, может быть, к Советскому Союзу. Не знаю, зачем это надо, но вот так вот. В войне с высокими технологиями от каменного топора властей пострадали сотни мелких интернет-магазинов и даже другие соцсети. Блокировка Телеграма должна была лишить террористов защищенных каналов связи. На деле сотни тысяч людей узнали про способы обхода блокировки, о том, как скрыть свою переписку от зоркого ока силовых структур. За всю историю существования интернета в России блокировка Телеграм, пожалуй, самая крупная атака на сетевое пространство. В целом это не сильно ударило по рядовым пользователям. Однако бытует мнение, что меры, которые даже сравнивают с репрессивными, нарушают ни много ни мало гарантии Конституции на тайну переписки и свободу слова. Максим Серебряков, Антон Осипов, Денис Денисов, РТВ, Иваново.